Казахстанские птицеводы У нас пшеница, например, на сегодня коммерческая цена 150 тенге, то в России там 15-15 рублей, понимаете? Если перевести на курсы, то гораздо дешевле, почти даже два раза дешевле, чем наша пшеница. У них тоже избыток яйца сейчас в летний период всегда вот это наблюдается. То есть там идет что? Во-первых, понижается потребление яйца, во-вторых, в подворье начинают выпускать яйцо, да? В частной подворье. И есть такой элемент перепроизводства. Ну и в России тоже немало фабрик. Поэтому это яйцо, вероятно, вполне вероятно будет заходить на рынки Казахстана. Потому что России больше некуда его делать. Уже сейчас предприниматели в некоторых регионах страны замечают присутствие на рынках российского яйца. Оно заходит в Казахстан по серым схемам, уверены птицеводы. Теневой рынок создает для производителей недобросовестную конкуренцию. Здесь бы хотелось поддержки государства и защиты отечественных предпринимателей. Одна надежда на субсидии. Конечно, это поможет нам выдержать. Сейчас летний период, когда мы уйдем в убытки сплошные, мы уже уходим в убытки. Это нам поможет, потому что у нас у всех есть обязательства сохранить производство. В целях поддержки отечественных птицефабрики, сохранения стабильности внутреннего рынка, Минсельхоз обещает увеличить субсидии на производство яиц. Но поддержка нужна и по кормам. Дешевая фуражная пшеница из России перестала поступать на рынки месяц назад, а казахстанские компании взвинтили цены на зерно. Птицефабрики сидят без кормов и рискуют потерять поголовье птицы. Галина Трущева, Кайрат Алпызбаев, телеканал Атамикен Бизнес, Павлодар.